Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о тестировании как о помощнике в вашем обучении. Мы привыкли к тому, что тестирование это просто как бы для оценки, ну это какая-то такая галочка в вашем учебном процессе. Но сегодня я хочу поговорить о тестировании как именно о вашем помощнике в течение обучения. Не какой-то итог вашего обучения, а именно помощник в течение того, как вы учите материал. что тестирование является самым мощным способом принципа припоминания. О принципе припоминания я уже говорила ранее, я оставлю где-нибудь здесь ссылку, но сейчас повторюсь. Все дело в том, что когда информация поступает в нашу память, то есть консолидируется, это значит обрабатывается в нашей памяти, то есть из краткосрочной она поступает долгосрочно, и как раз таки долгосрочно мы потом впоследствии пользуемся. Когда однократно поступает информация, то ее нейронная цепь, которая отвечает за это воспоминание, достаточно не крепкая, но такая шаткая, если вы еще не связали это ни с какой предыдущей информацией, эта нить еще и может потеряться, потому что вы ее не прицепили к более такой большой системе прочной, которая уже давно укреплена в вашей памяти, в вашем мозгу. И припоминание вытягивает эту нейронную цепь, вы заново как бы припоминаете, вы вспоминаете все, что вы изучали, старались, потом повторяете то, что вы изучали, то есть устанавливаете промежутки, которые вы не помните, вы это все проверяете, и ваша цепь становится более такой прочной, она обрастает какими-то еще подробностями и возвращается. В общем, чем чаще вы ее туда-сюда, вот это воспоминание таскаете, тем более прочным оно становится и тем более быстрее оно поступает к вам при первой необходимости. То есть, когда вы хотите вспомнить, оно очень быстро поступает к вам в лобные доли, то есть мыслительную часть мозга. И, собственно говоря, на практике это вы очень быстро что-то вспоминаете. И тестирование это один из способов припоминания. То есть, получается, когда вы проходите тестирование, вы получаете две очень больших выгоды. Первое то, что вы припоминаете материал, он лучше консолидируется в вашей памяти, в вашем мозге. Вторая польза в том, что когда вам дают обратную связь на тестирование, вы понимаете, что вы знаете, а что нет. То есть, бывает, что вы вроде бы учили все, но вот проходя тестирование, вы понимаете, что вот у вас здесь провал и здесь провал. То есть, вы понимаете, что вам нужно подтянуть, что не нужно подтянуть. Из этого следует, что когда вы проходите тестирование неоднократно по какой-то большой теме, то есть сначала кусочками, потом по большой теме, вы гораздо лучше можете прогнозировать свои знания, то есть свою оценку впоследствии, потому что, когда вы проходите тестирование неоднократно, вы прекрасно знаете, что вы знаете хорошо, что вам нужно подтянуть, что же у нас происходит на практике. Сейчас я расскажу идеальную ситуацию и то, как это на самом деле происходит. В идеале тестирования должны проводиться после получения информации, то есть вы получили, к примеру, можно в тот же день, к примеру, к вечеру пройти тестирование, потом через день, потом с увеличивающимися интервалами, то есть через неделю, через месяц, через 2 или 3 месяца. Увеличивающиеся интервалы помогают чуть больше забыть, но тогда лучше запоминается. И поэтому тестирование нельзя повторять каждый день, потому что вы каждый раз будете, во-первых, делать, скорее всего, одни и те же ошибки, а если нет, то вы будете пользоваться только краткосрочной памятью, то есть эти воспоминания, эти ответы на тесты не перейдут в вашу долгосрочную память, то есть они постоянно будут усылаться где-то у вас тут на грани сознания. Далее, когда эти интервалы увеличиваются и когда ваши темы, к примеру, накапливаются, то есть вы изучаете первую тему, проходите тест, вы изучаете вторую тему, вы проходите тест и так далее, и так далее, и так далее. Во всех последующих темах обязательно включайте парочку моментов из первых тем. То есть там в третьей, в тестировании на третью тему у вас должно быть хотя бы несколько вопросов из первой и второй темы, либо очень какой-то большой обширный тест с первой, со второй и с третьей темой, к примеру, в конце месяца можете провести, потому что вам нужно постоянно обновлять те знания, которые были доходу. Итак, второй момент, который должен быть для идеального тестирования, это то, что ответы не должны быть односложными, то есть не да, нет, не знаю, они должны быть более какие-то глубокие, над которыми нужно подумать, над которыми нужно как-то поразмыслить, прикинуть, вникнуть в вопрос, вникнуть в ответ. То есть возможно даже какие-то открытые вопросы, либо вопросы с такими очень достаточно сложными, такими многосложными ответами. Это поможет вам не угадывать в лотерее, что да, нет, да, нет, и там в принципе что-то в итоге у вас выйдет, какой-то неплохой результат, чтобы вы именно запустили процесс вытягивания воспоминаний, какое-то обдумывание, анализ, принятие решений, то есть ваша информация, которую вы вспоминаете, должна быть в активе, то есть вы должны активно это вспоминать, активно думать, вы должны оперировать предыдущими воспоминаниями, что-то проводить, какие-то аналогии обдумывать, то есть это должен быть такой сложный процесс. Последнее это обратная связь. Обратная связь это просто вам дают, ну как бы, ответы правильно или неправильно, вы ответили на какие-то вопросы. И все дело в том, что если не давать обратную связь, вы же не будете понимать, что вы правильно ответили, а что нет. Да, у вас там есть какая-то оценка, там например 80 или пятерка, четверка, смотря какая у вас система знаний, ABC, то есть неважно. То есть вы не просто должны получить оценку, а вы должны получить знания и понимание того, что вы правильно ответили, возможно на что-то вы неправильно ответили, и вам нужно эту тему подтянуть. Вот как раз-таки понимание ваших знаний, понимание правильности ваших знаний и дается в обратной связи. То есть это в идеале. А что же у нас происходит на самом деле? Обычно у нас две крайности. Либо тестирование заменяют практически обучение, с чем я уже сталкивалась, то есть просто все задания даются в тестированиях. И ученики, и дети играют просто в пятнашки, то есть они заполняют эти тестирования абсолютно не вдумываясь ни в вопросы, ни в информацию, которую они получили. Либо замучивают тестированиями очень сложными в течение семестра, с такими я лично сталкивалась в своем обучении, но не дают обратной связи. То есть вы не понимаете, где вы были правы, где не правы. Вы вроде бы учитесь, учитесь, стараетесь, стараетесь, но не понимаете, где вот этот вот неправильный ответ. Что можно сделать? В принципе, если вы хотите все-таки сделать это вашим инструментом, хорошим, полезным инструментом в запоминании, то можно самому устраивать себе тестирование, самому писать себе вопросы, ответы, самому себя проверять. Но это дает свой результат. То есть, особенно если у вас есть огромное какое-то тестирование в конце, то полезно будет в течение семестр самому себе устраивать эти тестирования, не забывать выписывать какие-то интересные факты, вопросы, самому на них отвечать, самому себя проверять. И тогда к экзамену или к зачету вы выйдете очень уверенным в себе человеком, потому что вы проверили себя, неоднократно вы себя проверили. Вы точно знаете, что вы все знаете. И на этом все. Больше интересной информации читайте по ссылке в инфобоксе. Все исследования с такими краткими описаниями, о чем они, я обязательно оставлю все внизу. Увидимся совсем скоро. Пока-пока!